всем привет что-то у нас сегодня погода совсем не радует солнышко нет красотулька сиренька цветет какая красотулька у нас наконец-то отключили по моему 23 числа отопление в квартире так это хорошо свежо мне лучше пусть прохладнее будет чем жарко когда жарко я сейчас себя очень плохо чувствую но сейчас такая у меня комфортная погода в комнате погода в доме скажем так и на улице я думаю тоже комфортная погода сегодня вроде ветер не такой сильный стих более-менее там черемуха цветет а черемуха белая вот там так интересно солнышко пытается из-за облаков проблеснуть но никак я уже позавтракала почитала ваши комментарии как всегда мне удивляют те люди которые пишут в начале считая то что они пишут обидные обидный комментарий якобы и тут же пишут вы только не обижайтесь ну зачем писать если вы уже изначально понимаете что вы можете обидеть своим комментарием я конечно уже последнее время не обижаюсь потому что ну сколько можно обижаться на тех людей которые не понимают никаких слов если их не научили в детстве быть культурными и так далее то смысл их перевоспитывать сейчас тем более мне вот так что о чем я хотела сказать и уже неоднократно видео говорила у меня в квартире свет тем более когда он искусственный отсвечивает когда смотришь на этикетку этикетка она с таким небольшим налетом до типа в целлофанчике ли я не знаю мне через камеру не видно уже сто пятьдесят раз говорила что мне через камеру плохо видно поэтому я показываю вам саму этикетку чтобы вы увидели если я ошиблась цифре у вас всегда есть возможность посмотреть правильно я сказала или нет и пишет человек о том что он смотрит все мои видео сколько раз я об этом говорила но надо же шоколоте иголочкой так тыкнуть вот еще раз повторяю товарищи если я где-то сделала оговорку ошиблась у вас есть возможность всегда посмотреть вот так что вот такие вот дела ладно пойду-ка я вязать потому что у меня уже прям руки чешутся время сейчас девятый час воробушки летают тетерик не видно какая темень у меня в квартире вот если не включить свет то будет очень темно нет видео все равно не так показывать но тут может быть как темно моё ложе официальное здесь меня моя туничка еще ожидает своего времени потому что мне не хочется гонять стиральную машинку из-за одной вещи ждет она загрязнение моих каких-нибудь хлопковых вещей потому что я буквально перед тем как довязать ее сделала стирку сейчас полотенчики мои загрязняться и я все это дело брошу многие мне уже спрашивают когда будет демонстрация но хотелось бы конечно постирать и потом уже продемонстрировать и еще я хочу эту демонстрацию сделать вместе с чайкой которую я хочу довязать но буду ее довязывать уже когда довяжу каролину и буду довязывать чайку вот такие мои планы провожу эксперименты подписчица написала что нужно в кипяченую воду опустить мои маркеры да тогда они будут мягкие и в использовании будут хорошие вот я залила кипятком или будут на самом деле хорошие либо может окончательно выведу из строя что-то будет будет смотреть дальше что будет с ними девчули и мальчули дорогие мои подписчики девочки и мальчики некоторые подписчики или подписчицы обижаются что так мы как ну я там я слышала что и у других девочек высказывания такие были что называем их девочками галя смотрю канал галина евгений она отвечает на мой комментарий на эстафету которую я ей передала поставила компьютер на перезагрузку что-то он меня тормозит видео закачать хочу вот а в это время конечно же я не могу так чтобы у меня время проходила бездарно поэтому пока там все делается я занимаюсь есть другим делом посмотрите что у меня тут такое тут кто со мной давно на канале и смотрит мои влоги тот видел как я покупала в большом магните семейный магнит у нас называется окорок и я его положила морозилку не разделывая ничего и говорила что придет время и я его запеку вот это время пришло я вчера вечером замариновала его конечно предварительно разморозилась и и здесь у меня больше килограмма на больше килограмма я добавила столовую ложку соли без горки так как у меня приправа еще была с солью а приправу я покупала специально к нор сочная свинина вот но помимо этого я еще добавляла специи паприку сладкую паприку подкопченую чесночок подсолнечное масло и немножко чайную ложку горчицы горчицы конечно можно побольше но я не захотела думаю ну чтобы не переборщить и вот на ночь оставила я в морозилке морозилки в холодильнике вот откуда может вот такие быть мысли в голове про морозилку если я даже про нее не думала вот и вот она у меня простояла благополучно это свининка получается со вчерашнего вечера и сейчас у меня четыре часа вечера пятый и теперь у меня вот такая вкуснятина промаринованная и нашпигованная чесночком чеснока целую головку вот видите у меня прям здесь видно что я шпиговала вот что я делаю дальше дальше просто-напросто я сейчас заверну это все в фольгу и поставлю на полтора часа в духовом шкафу у меня это все протомиться протушится пропечется и после этого я раскрою фольгу и дам еще 20 минут и будет у меня замечательная буженинка почему я как бы только много фольги наматываю да потому что бывает такое что когда начинает все это шкварится вы же знаете что при нагревании все вещества в том числе и продукты вначале расширяется до при нагревании а потом уже там когда сварится это если выходит пар тогда становится меньше а так вот чтобы не вытекло ничего чтобы ничего никуда не вылезла и так далее я накручиваю таким вот образом помещаю мою такое блюдо надо блюдо уже почистить один два раза и все нужно чистить так ну все отправляет духовой шкаф и так прошло полтора часа быть не представляете какой запах это просто сказка это так вкусно пахнет просто полный рот сами понимаете чего сейчас мы откроем что у нас все это запеклось красивую корочку посмотрим что тут у нас с нашим мясом простите за то что шевуршу потому что по-другому ну как ай как же вкусно пахнет перезагружаю компьютер у меня какая-то проблема загрузила видео на youtube выставляю а у меня не дает ничего там поставить не монетизацию не теги ничего не дает проставить пишет что временно недоступно главное смотреть люди уже начали а все остальное недоступно так как сейчас вроде бы как искусственный интеллект с машиной работает на ютубе возможно сбои видимо я сейчас хочу перегрузить компьютер и по новой закачайте видео может что-то изменится вот такая красота и что ставим запекать дальше как же вкусно пахнет в общем youtube опять сломался видите что делается нет данных нет загрузки нет сведения о некоторых видео временно недоступны и получается что видите что делается везде кругом практически недоступны это раз во вторых не грузится мое видео которое я выставила в общем не знаю что мне делать как мне быть смотрю еще раз вот видите только что было написано обработано теперь загружено в общем непонятно что youtube опять сломался в общем когда будет выставлено видео я не знаю пишет сведения я не знаю пишет сведения повторите попытку повторите попытку вот так вот в общем как он у меня будет работать не знаю здесь показывает что пять процентов но потом опять идет ноль ноль потом опять идет вперед только что было шесть процентов в общем не знаю не знаю то ли это у меня то ли это у ютубе в общем вон видите четыре пять четыре пять в общем как будет так и будет ну что дорогие друзья смотрим и удивляемся ай-яй-яй-яй какая красота а какая вкуснота а какая вкуснота вау сейчас мы разрежем ой нежная вообще нежная смотрите сочная нежная буженинка я представляю как это вкусно я отрежу только кусочек а остальное пускай остывает надо было вообще конечно оставить чтобы все это остыло и сок остался внутри но мне же хотелось показать вам вот 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 такая вкуснятина зачем нам колбаса и магазинная буженина когда есть вот такая замечательная вкуснятина я покупала эту свинину по 199 рублей килограмм очень вкусно приятного аппетита я провожу эксперименты подписчица написала что нужно в кипяченую воду опустить мои маркеры тогда они будут мягкие и в использовании будут хорошие вот я залила кипятком или будут на самом деле хорошие либо может окончательно выведу из строя что-то будет смотреть дальше что будет с ними на входе своей красивой стены некоторым она не нравится ну что поделаешь пока нет возможности до конца довести ремонт ну такой старинный старинный как сказать интерьер сейчас мало найдешь такую мозаику наверное уже не выпускает ее ко мне недавно приходил опять тот мальчик который настраивал мне телевизор обновил мне программы у меня как бы трудности произошли с тем чтобы обновлять программы и я позвонила ему он мне сказал что подъедет тем более что сейчас как бы он находится тоже в самоизоляции имеется в виду не работает у них магазины вот он приехал мне все понастроил и уехал какая красота товарищи просто вот как хорошо когда человек умеет и знает как это все делается но помимо этого я его попросила чтобы он мне все написал вот эти ну движения на что нажать куда дальше и так далее чтобы я в следующий раз это все делала сама вот теперь я буду в следующий раз обновление делать сама на улице у нас прошел дождик и как бы после дождика посветлела немножко но не до такой степени как хотелось бы так вот там тучи находят а там такое красивое небо голубое просто на улице тепло приехал молодой человек в шортах говорит я на велосипеде приехал молодец спортсмен вот все зелено все красиво пахнет весной я сегодня я сегодня целый день вяжу сейчас время 2 часа кстати и я весь день весь божий день вяжу с праздником сегодня родоница да я про праздники узнаю по моим соцсетям столько подарков присылают и как бы я не являюсь такой фанаткой веры но я верю что существует какая-то высшая сила которая мне неоднократно помогала ну и вообще наверное человеку нужно верить во что-то и я же говорю что я не знаю этих праздников и сегодня как бы вредно родиниц упоминает своих близких но я в душе их всех поминаю а разнести поминальные подарки или как это называется чтоб помянули мне даже некому потому что соседей у меня нет соседка с которой я дружу она в Ростове у дочери ниже соседей я вообще не знаю есть они нет их вы как-то особо видите я нигде не хожу и не общаюсь когда на лавочку ухожу тогда я знаю что вот с ними а ходить по квартирам у меня нет такой привычки через стенку с соседями мы не общаемся они кстати купили собачку маленькую пекинеса и не знаю теперь мне наверное опять будет весело жить я не знаю вот живут двухкомнатной квартире взрослый сын ну такой ему наверное лет около восемнадцати еще одному наверное лет восемь двухкомнатной квартире еще и собака вот куда я вообще не знаю вот о чем люди думают ну это у каждого свое как говорится пусть как хотят так живут лишь бы мне не доставляли проблем вот так что вот такие дела мяско я порезала частично отправила в морозилку частично оставила наверху на бутерброды сделала опять свою намазку ничего уже этого показывать не буду потому что ну я уже намазку сто пятьдесят раз показывала я ее люблю поэтому я ее регулярно делаю это вот знаете мне она не надоедает никогда это одно из таких блюд как окрошка как пельмени я их могу все время есть то есть если будет на столе значит буду кушать вот а сейчас пойду еще повяжу время то еще впереди о гуго не знаю сколько еще буду вязать ну по крайней мере пока желание есть буду вязать ну вот на таком этапе у меня сейчас находится топ всем тем кто еще не видел мои видео и опять заметит вот мой пропуск про него я знаю и уже про него сто пятьдесят раз рассказывала так что я сделала здесь здесь я показывала что я сделала приталивание потом провязала определенный промежуток просто не приталивая ничего и затем разделила на равные части а именно на шесть частей все петли по спинке и то же самое по переду как я говорила мне нужно добиться расширения чтобы у меня талия 92 а бедра 122 то есть 20 сантиметров мне 30 сантиметров мне нужно сделать расширение но я уже вышла на то на обхват бедер расширяла вот таким способом то есть как я уже сказала разделила на 12 получается частей потому что шесть по переду и шесть по спинке и делала прибавки вот таким способом тоже с помощью накида вначале через пять рядов потом через семь дальше буду делать через девять рядов вот и приду уже через девять сделаю и все дальше уже не буду как бы делать больше прибавки и вот что у меня в итоге получается конечно у меня освещение сейчас не очень хорошее в связи с тем что на улице погода у нас такая но я думаю что понять можно что здесь у меня будет вырисовываться мне лично очень нравится может симпатичнее будет снизу виднее вот вот такой красивый топ у меня получается и так хочу ответить еще на один вопрос но я покажу вам теорию а на практике вы уже сами испробуйте если вы захотите значит подписчица спросила вывязываю ли я вытачки на моем топе я даже озвучивала что я вывязала вытачки и она еще спросила если я вывязываю потому что я же вяжу кокетка круглая сверху и если я вывязывала вытачки росток каким образом я вязала значит хочу сказать значит рассказываю теоретически как я вязала вот у меня круглая кокетка да так как я делала прибавки да вот здесь вот по круглой кокетке вот таким вот образом вот у меня примерно вот так выглядит моя кокетка да рукава тут вот так вот приталена и вот так она у меня сейчас на сегодняшний день так вот я художник от слова худо значит смотрите это у нас перед ну и примерно то же самое еще худее ха-ха-ха-ха вот я рисую вообще ну не дано мне быть художницей в чем-то дано а в этом мне не дано вот примерно так вот здесь я показала что вот это здесь у меня росток да вот значит я провязала кокетку определенное количество рядов а именно до того момента когда у меня вот эта вот часть дойдет до центра груди естественно это делается с помощью обмеров вы должны замерить вот здесь вот у нас косточка ключица да такое углубление на плече и вот опускаетесь вниз до центра груди вот это у вас будет высота вашей кокетки ну там плюс-минус сантиметр да вот это по переду ну и по спинке то же самое мне меня опять же спрашивают вот только отвечала видимо не все видео смотрят я даже название пишу но почему-то может быть это другие люди смотрят не знаю но факт то что опять у меня спросили какая высота у вас кокетки и какая должна быть вообще высота кокетки я еще раз говорю что кокетка это тот же реглан но только вяжется немножко по-другому ну это просто идентичное вязание просто у них разновидность другая вот так я это могу сказать если в среднем двадцать семь сантиметров реглан мы вяжем то тоже самое где-то двадцать семь сантиметров должна быть и кокетка но это все-таки зависит от размера допустим у меня размер сорок восемь пятьдесят у меня кокетка двадцать пять сантиметров вот я вывязала двадцать пять сантиметров просто я сделала такой расчет как я делаю расчеты я уже тоже неоднократно рассказывала на моем канале если вы хотите прям по названиям посмотрите я называла как я делаю расчеты для вязания значит смотрите вот вывязала высоту кокетки да по центру груди и теперь я откинула на рукава тоже рассказывала как я делаю расчеты сколько петель нужно откинуть на рукава сколько оставить на перед и после этого петли по переду я оставляю перехожу на петли по спинке и начинаю вывязывать поворотными рядами росток вот вывязала росток вяжется не менее 5 сантиметров в моем случае у меня как раз 5 сантиметров росток далее я вывязала подрезы провязала один ряд вот так вот по кругу и после этого вот по кругу я провязала один ряд да тут вот у меня подрезы это мы вернулись на перед один ряд провязан и когда я по кругу иду вторым рядом я делаю разметки как я вывязываю вытачки значит ну примерно где-то я от середины подреза отступаю 5 сантиметров сколько петель получается в моем случае я отступила 10 петель и далее где-то примерно сантиметров 11 в среднем должна быть вытачка 10 13 если у вас грудь большая значит я в своем случае взяла 10 сантиметров 10 сантиметров у меня составляет 29 петель я взяла 25 петель 25 только для того чтобы удобнее мне было делить и разделила на 5 равных частей то есть по 5 петель с этой стороны и причем это я отделила все маркерами далее то же самое 5 сантиметров отсюда то есть здесь петель в моем случае 25 разделила на 5 частей и что я делаю дальше вот если у меня я дошла здесь провязала подрез здесь у меня начало ряда я пошла вяжу вяжу дошла до первого маркера разворачиваюсь снимаю маркер иду до второго маркера дошла до второго маркера снимаю разворачиваясь иду дальше до следующего маркера и вот так вот я провязываю иду то же самое как у нас вяжется росток сверху да это примерно точно так же я вяжу выточки и вот таким образом у меня получается как бы карман вот такой вот вот скажем так получается выточки я не помню вот честно хоть убейте меня то ли я это прочитала где-то то ли я у кого-то это подсмотрела но вот таким образом я вяжу очень давно точно с тех пор как я вязала росток и скажем так что я одна из первых начала его вязать показывать и так далее значит уже неоднократно говорила что я вяжу на себя свободно все свои туники пуловеры кардиганы поэтому в своих изделиях конкретно на себя я выточки не вяжу потому что ну я не вижу смысла у меня и так балахонистое зачем я еще что-то буду там мастрячить скажем так а вот когда мне нужно приталить и чтобы изделие было именно по фигуре вот в этом случае я вывязываю выточки ну и когда заказ раньше вязала тоже у меня были такие клиенты которые желали чтобы там было по их фигуре более того некоторые даже желали чтобы я делала вот тут убавки ну чтобы вот так красиво было я конечно не понимаю для каких это целей потому что на самом деле это не очень красиво выглядело но людям нравилось я делала вот и на своем кардигане марго я делала вот такие же убавки вот здесь вот по центру чтобы немножко приталить вот ну в общем то я рассказала как я делаю выточки не знаю может кто-то делает по-другому и вообще я знаю Ирина Шургулая показывала как вязать выточки снизу выточки снизу у нее я посмотрела да они вяжутся совершенно по-другому чем вот я вяжу выточки сверху ну возможно я неправильно это делаю я не знаю я не утверждаю но у меня этот вариант работает и мне это нравится надеюсь что нравится и тем кому я вяжу вот главное чтобы же посадка была хорошая да в этом случае я даже на манекене показывалась все хорошо сидит точно так же будет сидеть на фигуре ну вот и все дорогие друзья на этом я свой влог сегодняшний буду заканчивать сейчас пойду грузить не знаю сколько он у меня будет опять грузиться у меня как всегда непонятки то ли у меня то ли у ютуба надеюсь что у меня все будет хорошо ну а как всегда в конце своего видео я всем желаю добра хорошего настроения легких ровных петелек здоровья и всего всего самого наилучшего и прощаюсь с вами совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была Ирина